Почему там находилась наша сушка, она не была прикрыта? Почему на ней не стояло все необходимые там рэбы, дипломы защиты? Почему? Ну потому что мы были уверены, что вокруг нет врагов. Потому что мы были уверены, но это же все друзья, мы же им передаем данные, они точно знают, где летают. Вчера же Путин сказал, мы же им дали точные местоположения, где будут несены удары, на каких эшелонах. И те ждали засады. Мы наивно думаем, что весь мир должен думать так же, как и мы. Мы наивно считаем, что, ну подождите, но есть же понятие вселенской истории, дливости, гармонии. Ведь нас же так учили, есть классика русской классической литературы. Нет этого ничего в мире. Мир полон жестокого прагматизма. И каждый раз, когда мы идем с распростерзными объятиями, мы напоминаем Тургеневскую барышню. Мы потом получаем на окно, еще говорим, ну все, Тургеневскую барышню закончилась, ждали медведя, получилось. Мы каждый раз натыкаемся на одну и ту же проблему. Не разбираемся в людях, искренне считая их милыми, хорошими, добрыми. А они не надеются. У них свои интересы, с ними бессмысленно целоваться. Сама формулировка. Эта страна, наш друг, глупа. Есть наши национальные интересы, есть их национальные интересы. Если эти национальные интересы совпадают, получается разумное взаимосотрудничество. Каждый раз, не дай бог, какой-то стране, мы ей скажем, что эта страна наш друг. Тогда мы считаем себя вправе и им не помогать. Ну мы же друзья. Ну и что? Ну Армения нам друг. Что хорошего мы для них сделаем? Они за нас все время бьются, но для них ничего хорошего не сделаем. Мы им никак реально не помогаем. Зато мы тратим бешеные деньги на те, которые нас завтра придадут. Что, есть какие-то сомнения, что если мы не будем в Сирии, колоссально циничные, прагматичные, то нас арабы не придадут? Ну напомню вам фразу Лоренса Аравийского, который сказал, что арабы нельзя купить, можно только арендоваться. Ну когда им понадобится, они нас дадут насчет раб. Поэтому хватит жертвовать собой, вот просто так надо получать прагматическую выгоду. Проблема Путина стоит в том, что принимая решения, ему не с кем их реально обсудить. Не в режиме чего изволите, но это гениально.